Привет любителям удивительных фактов! Практически для каждого из нас деньги это неотъемлемая часть жизни. Деньги необходимы, чтобы удовлетворять все то множество потребностей современного человека, которые существуют на данный момент. Конечно, за деньги невозможно купить все, но многие проблемы решаются гораздо проще и легче, имея лишний миллион-два. Но несмотря на всю простоту и привычность, деньги скрывают множество секретов, которые не спешат раскрывать те, кто занимается управлением мировой финансовой системой. Можно ли напечатать себе миллион долларов? Загадочные обстоятельства убийства Кеннеди. В чем кроется причина большинства войн? Возможно ли, чтобы все люди были богатыми? Сегодня мы расскажем много удивительного. Оставайтесь с нами. Большинство людей считает, что деньги выпускаются государством. На самом деле это не так. Большинство государств не имеют контроль над денежным обеспечением. Обязательство печатать деньги принадлежит коммерческим структурам. Например, правом выпуска национальной валюты из Соединенных Штатов обладает Федеральная резервная система, ФРС. Это частная организация, акционерное общество, созданное 12 крупными частными банками США. Однако так было не всегда. И чтобы заполучить печатный станок, банкиры трудились столетиями. Еще в 18 веке основатель международной династии банкиров и предпринимателей Майер Амшель Ротшильд говорил «Дайте мне возможность контролировать выпуск денег в стране, и мне плевать, кто пишет ее законы». Но провернуть аферу таких масштабов было нелегко. Банкирам потребовалось несколько столетий, чтобы достичь своих целей. Идея заключалась в том, чтобы создать некий коммерческий банк, который будет печатать деньги и давать государству их в долг, под процент. То есть в кредит. А чтобы не афишировать, что банк частный, и чтобы люди думали, что он принадлежит государству, его назвали федеральным. Итак, 23 декабря 1913 года, когда большинство конгрессменов отдыхали на рождественских каникулах, акта в федеральном резерве был протиснут через конгресс и подписан президентом Вильсоном. Президент Вильсон был в тайном сговоре с банкирами, которые профинансировали его президентскую кампанию. Позже Вильсон сожалел о случившемся. «Я случайно разрушил свою страну», – утверждал он. В 1944 году банкиры замахнулись на мировое господство. Они протолкнули Бреттон-Вудское соглашение, по которому было принято, что доллар более не обменивается на золото, в результате чего доллар США приобрел статус мировых денег наряду с золотом. В итоге доларизация экономик ряда стран привела к выходу денежной массы из-под национального контроля и перехода ее под контроль ФРС. Банкиры установили мировую монополию на печать денег и жестко пересекают попытки государств или отдельных лиц печатать валюту. За подобные действия установлена криминальная ответственность, так что печатать деньги можно, но не нам. Лучший раб тот, кто считает себя свободным. Вы спросите, какая разница, кто печатает деньги? Главное, чтобы ими можно было пользоваться. Но все не так просто. Основная уловка финансовой системы заключается в том, что напечатанные деньги даются государству в долг, то есть в кредит под определенный процент. Допустим, государству необходимо 100 миллиардов долларов. Чтобы получить эти бумажки, государство обязуется вернуть их с процентом и оставить залог в виде векселей. Допустим, если ставка по кредиту будет 5 процентов, со временем государству необходимо будет вернуть 105 миллиардов долларов. Но проблема в том, что этих 5 миллиардов физически не существует, так как напечатано всего 100 миллиардов. То есть закрыть долг, используя деньги, невозможно. Остается один лишь вариант. Отдать банкирам то, что было в залоге, либо взять новый кредит. Оформляя новый кредит, ситуация раз за разом становится все тяжелее. Чтобы снять с себя финансовое давление, государство по такой же схеме кредитует различные банки, которые в свою очередь кредитуют население. Но на каждом шаге процент по кредиту становится все выше. Последним звеном этой цепи являются обычные люди, часть из которых со стопроцентной вероятностью не сможет выплатить долги и потеряет все. Таким образом, год за годом население страны вгоняется в долги и отдает свою собственность во владение кредиторам, становясь все беднее и беднее. Финансовая система, построенная по таким принципам, подразумевает наличие нескольких процентов сверхбогатых людей и миллиарды тех, кто обязан работать за гроши, выплачивая скрытые и явные проценты по долгам. Так что при такой системе все богатыми быть не могут. Но все могло быть иначе. История помнит героических личностей, которые пытались спасти страну и народ от рабской финансовой кабалы. Джон Кеннеди, последний президент Соединенных Штатов, восставший против Федерального резерва. 4 июня 1963 года Кеннеди начал реализацию плана по демонтажу частной печатной машинки. Он подписал исполнительный приказ номер 111-10, дававший правительству США право выпускать деньги в обход Федерального резервного банка, который до тех пор поставлял деньги правительству штатов под проценты. В своей речи о тайных обществах, произнесенной незадолго до смерти, Кеннеди говорил, «Мы по своей природе и исторически народ, противостоявший секретным обществом, тайным орденам и закрытым собраниям. По всему миру нам противостоит монолитный безжалостный заговор, который тайными средствами расширяет свою сферу влияния». Властелины ФРС посчитали это страшным предательством, ведь они ставили его президентом. Поступок Кеннеди стал тем, чего больше всего боялись основатели ФРС. Несколько месяцев спустя, 22 ноября 1963 года, Кеннеди был застрелен. Новый президент Линдон Джонсон первым же делом остановил действие приказа Кеннеди. В совпадении «Не думаю» после Кеннеди уже ни один американский президент не решался сопротивляться банкирам. Одна из основных причин, из-за которой весь мир все еще желает доллары, кроется в том, что почти за весь газ и нефть на планете нужно рассчитываться долларами. По этой же причине США имеют еще и преимущество свободного доступа к этим газовым и нефтяным резервам. Следовательно, чтобы поддерживать мировой спрос на доллары и чтобы иметь свободный доступ к газовым и нефтяным резервам, США пытаются гарантировать себе, что страны-экспортеры нефти продолжают продавать свою нефть в долларах. Однако Ирак, которому принадлежит второй по величине мировой резерв нефти, 6 ноября 2000 года перешел на расчет в евро. Несмотря на многолетние попытки США восстановить свои влияния в Ираке, после перехода на евро война оказалась неизбежной. В июле 2002 года МВФ предупредил о том, что доллар находится на грани краха. Спустя некоторое время вице-президент США Дик Чейни объявил о наличии оружия массового поражения в Ираке. Это и послужило поводом к вторжению США в Ирак 19 марта 2003 года. 5 июня того же года Штаты снова восстановили долларовую торговлю нефтью. Да, после такой информации ситуация в США выглядит довольно скверно. Некоторые могут сказать, хорошо, что мы живем не в США, но какова ситуация в других странах? В России пича денег осуществляется исключительно центральным банком Российской Федерации, Банком России, который является юридическим лицом, то есть государству он не принадлежит. Точно такая же ситуация в Украине. Национальный банк Украины является частным банком. А чтобы ввести в заблуждение население Англии, их банк назвали просто Банк Англии. Слово национальный – любимая обкатанная афера Ротшильда, так же как и федеральный в США. Как мы видим, многие страны и с ними миллиарды людей стали жертвами мировой финансовой аферы. Мировой банк и МВФ выдают долларовые кредиты странам третьего мира еще с 60-х годов. Их политика состоит в том, чтобы выдавать как можно больше долларовых кредитов. А как мы уже знаем, выплатить такой кредит просто невозможно. Как следствие, эти страны залезают в вечные долги и растущие процентные обязательства. К тому же эти деньги крайне редко доходят до населения. Ведь чаще всего по договору эти деньги получают частные иностранные компании. В итоге государствам приходится отдавать свои национальные богатства за бесценок. Так называемая помощь развивающимся странам – ничто иное, как экономическое убийство. Об инфляции мы слышим каждый день в новостях. А что же такое инфляция на самом деле? Самое точное определение явления инфляции можно найти в словаре иностранных слов еще 1964 года издания. Инфляция – это обесценивание денег вследствие выпуска их в обращение в размерах, превышающих потребностей товарооборота. То есть обесценивание денег происходит как следствие увеличения их количества, грубо говоря, печати. Каждый раз, когда включают печатный станок, население теряет свои деньги. При рассмотрении вопроса по сути – это скрытое воровство. Если углубиться в этот вопрос, то печать денег нужна для того, чтобы государство могло рассчитаться по долгам за кредит с мировыми кредиторами. И чем больше процент по кредиту, тем больше денег нужно напечатать. Выходит, процент ставки по кредиту не зависит от величины инфляции, а совсем наоборот. Процент за кредит, который необходимо вернуть, определяет темпы инфляции в государстве. Например, если в вашей стране ставки по кредиту будут 20% годовых, то примерно такая будет и реальная инфляция. Колебания также могут быть и относительно других валют, но в целом такими будут минимальные темпы обесценивания валюты. Первый за 100 лет аудит ФРС состоялся в 2011 году. Его результаты были официально опубликованы и успешно замолчены самой свободной в мире американской прессой. Данные аудита гласят, что во время и после кризиса 2008 года ФРС секретно напечатали и раздали 16 триллионов долларов своим банкам, а те уже раздали эти невероятные суммы как бонусы своим банкирам. Хотя ФРС назвали эту операцию кредитованием, ни одного цента возвращено не было, несмотря на то, что заем был беспроцентным. Всего таких банков было очень много. Приведем топ-5 счастливчиков. На секундочку, этих денег хватило бы на полное искоренение такой мировой проблемы, как голод, но в действительности это лишь привело к тому, что все, у кого были на тот момент доллары, потеряли значительную часть денег в реальном эквиваленте. В связи с такой ситуацией у многих людей может возникнуть вполне здравый и закономерный вопрос. Почему президенты, правительство и руководство стран не меняют данную систему? Ведь в их силах исправить ситуацию. Неужели они не понимают важность данной проблемы, либо вообще не знают о наличии этой проблемы? Ответ, вероятнее всего, довольно банален. Эти люди являются частью этой аферы и пришли ко власти не для того, чтобы помогать людям, а чтобы сохранить статус-кво существующей системы. Какие бы лозунги ни несли и пламенные речи не произносили руководители стран, они являются палачами своего народа, загоняющими людей в рабство. Если за годы правления они удосужились решить поднятые вопросы. Проще говоря, они являются надсмотрщиками. Вся их цель – отвлечь внимание общественности от действительно важных вопросов, что им успешно удается, используя продажные СМИ. Они сеют вражду между людьми, фокусируют внимание на глупых и незначительных вопросах, чтобы не было времени оглядеться и понять, что происходит в действительности. Как определить, что правительство в вашей стране выступает против интересов народа? Государственный банк не принадлежит стране. Государство не контролирует эмиссию валюты. Процент по кредитам в стране больше 0%. Государство использует помощь МВФ и Мирового банка. Время задуматься. Как должна выглядеть финансовая система, созданная во благо людей? Государство должно полностью управлять эмиссией валюты и допускать эмиссию только в том случае, если реальная стоимость валюты выросла. Банки должны выступать не в качестве кредиторов, а в качестве инвесторов. Тогда банки будут заинтересованы в успехе каждого предприятия и будут всячески помогать развитию бизнеса. Вместо кредитов должна быть система беспроцентной финансовой помощи всем гражданам. Самое главное, что нужно понять, каждый из нас несет прямую ответственность за происходящее, ведь фундамент системы это миллионы обычных людей. А раз мы основа, значит мы и можем это изменить. Главное следовать простым правилам. Полностью отказаться от кредитов. Бойкот кредитной системы. Используя кредиты вы вредите себе и окружающим людям. Вы становитесь винтиком, без которого система работать не может. Живите по средствам и думайте, как заработать деньги честно. Если вам нужен стартовый капитал для начала бизнеса, ищите инвесторов. Если вы хотите, например, купить квартиру, намного выгоднее просто откладывать на нее, снимая временное жилье. Процент по кредиту будет выше стоимости аренды жилья. Если вы хотите купить очередную безделушку, чтобы похвастаться перед знакомыми, подумайте о разумности такого поступка. Если вы уже набрали кредитов, выплачивайте их как можно скорее, но не берите новых. Не отдавайте деньги на депозит. Это тоже часть банковской системы, без которой она не сможет существовать в такой извращенной форме. Если ваша работа выдавать или предлагать кредиты людям, меняйте ее, не ищите компромисса с совестью. Сделайте максимальный репост этого видео, поделитесь изложенной информацией с друзьями, родными и близкими людьми. Единственное, чего боится система, это правда и обличение. Сделайте хорошее дело во благо своего будущего и будущего всех людей. Делитесь своими впечатлениями о видео в комментариях, а также предлагайте темы для следующих выпусков, правду о чем еще вы хотели бы узнать. Спасибо за внимание. Хотите узнать еще больше удивительных фактов? Тогда подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.